Главным вопросом повестки дня стало рассмотрение и утверждение бюджета столицы на 2021 год. Глава администрации Беслан-Эшба не смог присутствовать на заседании. Он находится на самоизоляции. Руководство столицы представляли замглавы города Леон Кварчи и начальник управления финансов Алхас Лагвилава. По доходам в сумме 1,147,287,8 это собственные доходы. Расходы предусматриваются в размере 1,182,287,8 тысяч рублей. Межбюджетный транспорт в виде дотации из дисципликанского бюджета предусматривается в размере 35 миллионов рублей. По доходной части она в принципе формировалась исходя из утвержденного индикативного плана социального развития республики, который был утвержден на следующий год в размере этого года. То есть он ничем не отличается от индикативного плана этого года. И доходная часть она в принципе осталась на уровне этого года. Основными бюджетообразующими статьями поступления доходов в бюджет города является подоходный налог, который сумма составляет его 506,639,5 миллионов рублей, что составляет 44% подоходный налог. И налог на прибыль 459,725,6 миллиона рублей 40%. Согласно предложенному бюджету, расходы в 2021 году будут распределяться по различным статьям, среди которых общегосударственные вопросы, национальная экономика, жилищно-коммунальные услуги, образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и молодежная политика, СМИ, а также социальные вопросы. По разделу 01.00, это общегосударственные вопросы, расходы планируются в общей сумме 98,096,200 рублей. В том числе под разделу 01.002 функционирования органов исполнительной власти предусматривается 53,751,200 рублей. Функционеры органов местного самоуправления, это на содержание, значит, ну, Сухумского городского союза, 8,796,7 миллиона. Функционеры органов финансовых, налоговых и доможенных органов, это управление финансово и наш круг, 10,315,6 миллиона. Обеспечение выборов, да, в следующем году планируются у нас выборы, как вы в курсе, да, местных органов власти. Предусматриваем расходы в сумме 2 миллиона рублей. И резервный фонд администрации города Сухум предусматривается в сумме 22 миллиона 862,9. Депутаты единогласно проголосовали за утверждение данного бюджета. Что касается финансового документа нынешнего года, то, по словам Алхаса Лагвилава, его исполнение в данное время составляет 90%. Мы надеемся, что сейчас сегодня осталось 3 дня, рабочих дня, еще что-то поступит на 5-6, но при этом хочется отметить, что мы, в принципе, все социальные обязательства, взятые на себя в этом году по заработной плате, по платежам, налоговым платежам, небюджетные фонды, по выплатам пособий, по медикаментам, во всем этим делам, мы все выполнили на 100%. Единственное, что сейчас еще заявка пришла от Горздрава, они просят немножко на этот, ну, на период выходных, чтобы январь месяц, инфекционная больница, чтобы не осталась без медикаментов. Мы ее тоже частично удовлетворили вчера, еще сейчас сегодня документы готовят, я думаю, сегодня-завтра мы ее тоже закроем. И, в принципе, наши подразделения медикаментами на праздники будут обеспечены. Долгов у нас ни перед кем нету, все такие обязательства выполнены. Хотя год был очень тяжелый, мы и не думали, но в последние месяцы чуть-чуть более-менее под какое-то движение пошло. Кроме того, депутаты городского собрания единогласно проголосовали за увеличение пособий матерям-одиночкам с 400 рублей до 1000 рублей в месяц.